Эпи-хей! Всем-всем привет от Кэт! И сегодня, как я вам и обещала, правда давно обещала, я покажу, как я готовлю свой фирменный, фирменный торт. На протяжении многих лет я уже не изменяю этой традиции, и если я пеку, последнее время это бывает очень редко, то я обязательно пеку именно этот торт. И уже годами, поверьте мне, годами проверено, кто бы ни пробовал этот торт, мои друзья, знакомые, близкие, все остаются просто без ума. Торт называется нежность. Само название говорит за себя, и во рту как будто тает. Вкусный, нежный, низкокалорийный, и не испортит вашу фигуру, если вы будете кушать этот торт. В разумных количествах, конечно, не каждый день, по праздникам, так скажем, делается очень легко, достаточно быстро, продукты обыкновенные, которые могут найтись в любом холодильнике у хорошей хозяйки. Поэтому, кому интересно, пойдемте со мной, сейчас я вам все в деталях покажу, расскажу и попробуем. И вот, пожалуйста, это все, что нам потребуется для нашего рецепта. Два яйца. Мы отделим желтки от белков и отдельно взобьем. Затем нам понадобится стакан муки. Я, как всегда, использую свой органик мука из коричневого риса, но вы можете использовать абсолютно обыкновенную и привычную для вас стакан муки. Затем нам понадобится чайная ложка соды, которую мы погасим столовой ложкой уксуса. Любой уксус можете использовать. Затем нам понадобится одна банка сгущенного молока. Вот такое вот у нас в Америке, смотрите, есть сгущенное молоко. Так, понадобится нам щепотка соли. Я использую свою розовую гималайскую соль. И для крема нам понадобится упаковка сметаны. Непринципиально. Вы знаете, я не соблюдаю все эти правила 200 грамм, 250 грамм. Вот здесь вот у нас 453 грамма сметаны. Если бы у меня была бы еще одна такая упаковка сметаны, я бы ее использовала, потому что я люблю, чтобы этот торт был абсолютно такой, знаете, пропитанный, даже мокрый. Но по рецепту вот положена одна упаковка сметаны, любой. Вы можете взять обезжиренную, если вы на диете. Можете брать целиковую, как я. И по вкусу мы ее смешаем с любым абсолютно вареньем. Вот я сегодня нашла в своем холодильнике варенье из клубники. И опять-таки добавлять я его буду по вкусу. Может быть ложечку, может быть две. Вы можете добавить больше или меньше, в зависимости от ваших предпочтений и ваших вкусов. Вуаля! Простые, обыкновенные продукты, которые, мне кажется, есть в каждом доме. Недорого, бюджетно. Главное, все быстро и очень будет вкусно, поверьте мне. Начинаем! Так, и первый степ. Я разделила белки, отделила белки от желтков. И я не использую миксеров, просто обыкновенная вилка. И немножечко взобью. Отдельно желток и отдельно белок. Ну и все, видите, взбила белок, желток отдельно. И сейчас я это все буду соединять вот в такой мисочке вместе с нашей гущёнкой. Как вы понимаете, сахар нам не требуется, потому что сладости достаточно вот здесь. У-у-у, я бы уже это и так съела. Ну, вы любите сгущёнку? И вот я ввела поочерёдно вначале желток, потом взбитый белок. У нас получилась такая вот консистенция. И теперь стакан муки потихонечку вводим. Так. И размешиваем до однородной массы. Так, теперь моя задача соединить, погасить соду уксусом. Но одной рукой совершенно неудобно это делать. Вы знаете, вот хочу вам показать. Может быть, кто-то из молодых хозяйшек никогда это не делал. Попробую сделать вот так вот наоборот. Хотя это не очень удобно. Ну вот, опс. Вы видите, да, реакция пошла. И это называется погасить соду уксусом. И мы добавляем это всё туда. Сейчас мне надо ещё немножечко добавить побольше. И всё перемешиваем. И наше тесто, вуаля, готово, быстро и легко. Не правда ли? И следующий наш шаг. Мы приготовим нашу форму. Вот у меня такая форма. Вы можете взять абсолютно любую. Обработаем всю поверхность сливочным маслом. Хотите, может быть, растительным. Но я почему-то использую сливочное масло. И потом мы это всё присыпем мукой. Перед тем, как вылим наше тесто в эту форму. И вот я припорошила нашу формочку с мукой. И сейчас будем выливать наше тесто равномерно по всей форме. Одной рукой неудобно. Поэтому я отключаюсь, чтобы не перелить куда не надо. И вот наше тесто готово отправляться в духовку на 350 фаренгейтс, по-русски в Цельсию. Если я не ошибаюсь, это где-то 180. Где-то на минут, наверное, 30-40. В зависимости, какой силы ваша духовка. Так что отправляем. Так, и пока наш бисквит выпекается, я приготовлю крем. Очень простой. Сметана. И несколько ложек добавлю варенье клубничного. Вы можете добавлять любое по вашему вкусу. Конечно же, если бы у меня было, например, земляничное или черничное, я бы добавила его еще лучше, я добавила персиковое. Я обожаю персиковое варенье, но за неимением такового. И даже клубничное будет очень-очень даже хорошо. И потом это все перемешиваем до однородной массы. Отставляем в сторонку, пока наш бисквит не выпечется. А потом мы должны его остудить. Абсолютно остудить. И в холодном виде мы его будем наделывать. Извиняюсь за шум. У меня здесь все скверчится, пузырится на плите. Я готовлю еще что-то. Так что у меня называется мултитаскин. Сразу несколько вкусняшек готовлю. И вуаля, наш бисквит готов. Смотрите, какой пышненький поднялся. Видите, прямо отделяется от стеночки. Вы знаете, что я вам хочу еще рассказать и показать? Я вам сейчас расскажу маленький рецептик. Научу вас секрету своему, который я давным-давно узнала и много лет использую. Вы знаете, очень часто, когда вы выпекаете, несмотря на то, что вы используете масло и смазываете форму, все равно тесто может при выпекании прилипнуть к стенкам вашей формы и потом очень тяжело отделить. Знаете, что я делаю? Смотрите, у меня есть стеклянная дощечка разделочная. И я ее где-то помещаю на 10-15 минут в морозильную камеру. И когда наш бисквит готов, прямо горячую форму я ставлю на холодную вот эту вот разделочную доску. И тем самым, под воздействием разницы температур, наш бисквит просто выскочит, как колобочек, ровненький, красивенький, из нашей формы. И ничего не пристанет. Но я вот сейчас вот это все так оставлю остывать. И потом, бац, перевернем и будем делать наши уже заключительные, такие, знаете, самые интересные, приятные мероприятия. Как смазывать наш бисквит вкуснейшим, смотрите, вкуснейшим кремом и украшать. Так что оставайтесь со мною. Будет очень интересно и вкусно. Окей, посмотрите, какой у нас получился бисквит. Бисквит прямо выпрыгнул, выпрыгнул быстренько с нашей формочки. Так, это дно. Здесь немножко муки у меня было. Но это ничего обобьется. И теперь сейчас я возьму нож и вот так вот разрежу аккуратнечко и сделаю два коржа. А потом будем смазывать нашим кремом. И вот, пожалуйста, два таких коржа получилось. И теперь я просто начинаю смазывать и распределять вот так вот кремчик равномерно на нашем первом корже. И потом мы сверху положим второй и помажем сверху. И все. И потом оставим наш тортик, чтобы он хорошенечко пропитался. И он будет мягким, нежным и воздушным. Ну и вот наш тортик уже смазан кремчиком. Видите, да? Вот, пожалуйста, вот такой вот получился. Я его оставлю где-то, наверное, на часик. Просто постоять, чтобы он пропитался. А потом начну его украшать. Начну наводить красоту. Ну, в принципе, уже и можно так разрезать и есть. Но мы не будем. Доведем до эстетической красоты. Ну и смотрите, что я еще приготовила сегодня. Вот так вот на меня действует. Изоляция. Да-да-да, на карантине. Вот так вот, на кого как, а на меня карантин действует. Вот именно вот так. Я не могла просто сегодня остановиться. Я вошла в раж. Смотрите. Здесь у меня печеная картошечка. Это у меня свинина. По-французски. Креветки. Это у меня салатик с морской капустой. Это у меня зеленушечки, аспаргас. Это у меня рыбка холодного копчения. Бутербродики с икоркой. Это у меня кускус. Обожаю кускус. Вы пробовали кускус? Если нет, обязательно попробуйте. Это домашнего приготовления. Хлеб. Я сама готовила, представляете? Хлеб с маслом, чесноком, семечки подсолнуха и семечки еще чего-то. Но я не помню, как это называется по-русски. Так, это я сделала. Варенички с картошечкой. Салат оливье. Ну, тут кому-нибудь перекусить. Я люблю похрумкать вот такое. Вот сырные палочки. Ну, и вот такое вот у меня сегодня настроение. Такой обед. Вуаля! А это мой тортик. Смотрите, как я его украсила. Просто с подручными средствами. Все, что нашла у себя на кухне, тем и украсила. Вы можете абсолютно проявить свою фантазию. В зависимости от того, что у вас в холодильнике. И также украсить. Вот это я положила просто зефиринки, половинки. Потом виноградик. Это у меня дольки апельсина. Хотела сказать, мандаринки. И немножечко вот так вот впустила вдоль киви. Долечки киви. И вот такой вот. Конечно, если бы у меня была малина, клубника, что-нибудь такое красное, яркое, он бы был, конечно, в красных тонах. Ну, а сейчас вот в таких вот спокойных, спокойных тонах. Так что, девочки, ой, боже, я немножко подожду. Чай буду пить позже. Вам всем приятного аппетита. Если вы попробуете мой рецепт, обязательно-обязательно расскажите мне, как получилось. И я просто уверена, что вам понравится. Всем вашим домашним понравится. Пальчики оближете. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok